Уважаемые друзья, сегодня плановое занятие, пока мы соблюдаем все установленные правила, потому что следующее ограничение действует только с понедельника, с 19 числа, и несмотря на все-таки нарастающие явления коронавируса, занятия проводим, но поэтому просьба ко всем товарищам деятельность усилить, если кто-то вдруг чего-то чувствует, какие-то признаки, сообщать и не подвергать ни себя, ни других каким-то опасностям. А пока двигаемся по плану. Сегодня у нас занятие, которое я, значит, озаглавлено как вопрос спасения экономики России, ну, наверное, применить так сегодняшнюю прежде всего дню, лектор, кандидат экономических наук Виктор Иванович Голков, которому ему слово и сказали. Спасибо. Дорогие товарищи, тема лекции озвучена, то есть речь пойдет, разумеется, о сегодняшней экономике, экономике сегодняшней России, а экономика эта капиталистическая. И на выходе, как, наверное, вы предполагаете, будут некоторые советы, как эту экономику капиталистическую спасти. Кому советы? Ну, правящему классу, буржуазному государству. И вот здесь, когда мы эти темы обсуждаем, мы уже обсуждаем уже не раз, так сказать, и спорили, всегда появляется группа очень таких ярых товарищей, которые говорят, что вот, ну, это безобразие, давать советы буржуазному правительству, как вести дело, так сказать, в экономике, как лучше руководить экономикой, но это совсем никуда не гоже. Вот есть такая позиция, что вот пускай все горит синим пламенем, вот чем хуже, тем лучше. Вот пускай разрушается у нас экономика, производство, вымирает население, и вот, мол, тогда народ поднимется, возьмутся за вилы, за топоры и скинут эту ненавистную власть. Ну, вот есть такая позиция, поэтому я в качестве вступления немного прокомментирую это дело, а начну я с одного исторического факта. Вернемся на 100 лет назад, в сентябрь 1917 года. Значит, сентябрь, ровно через месяц произошла победоносная социалистическая революция. И вот в сентябре 1917 года вождь мирового пролетариата, руководитель победоносной революции Владимир Ильич Ленин пишет статью, которую он назвал «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». И в этой статье он констатирует факт, что экономика России, ну, дошла уже сюда, к крайней точке. Уже крах не минуем. Ее надо спасать. И Владимир Ильич Ленин в этой статье дает рекомендации, советы, что нужно сделать, чтобы спасти экономику России. Кому он дает эти рекомендации? Потому что все эти меры, которые он причисляет, это меры буржуазно-демократического плана, временному буржуазному правительству. Через месяц, которые рабочий класс России устранил, да, смел. Вот такие дела. Поэтому давайте мы проследим логику Владимира Ильича Ленина. Вот все мы стоим за социализмом. Откуда он происходит? Откуда он возникает? Из капитализма. И единственной материальной базой социализма является крупное машинное производство. Вот Владимир Ильич Ленин на протяжении всей своей деятельности это говорил. Не просто крупное машинное производство, как база социализма, а единственная материальная база. Второе. А материальной силой, которой в состоянии способен свергнуть капиталистический строй, является рабочий класс. Поэтому первый вывод. Для того, чтобы выполнить свою, эту великую историческую миссию, рабочий класс как минимум должен быть в наличии. А как он образуется? Ну, наверное, некоторые думают, вот женщины рожают, то есть их рабочих, рабочих. Да нет. Рабочий получается где? На капиталистических предприятиях. А кто организует капиталистическое производство? Капиталисты. Другой вопрос, что какой целью руководствуются капиталисты? У них цель одна – получение прибавочной стоимости прибыли. А при своей неприбавочной стоимости это есть эксплуатация. Чем нещаднее эксплуатируют, тем больше будет прибыли. Ну, это вот такая диалектика развития капитализма и жизни. Капиталисты делают эти производства. И привлекают, так сказать, наемных рабочих, которые образуют рабочий класс. То есть и крупные производства, и рабочий класс – это та материальная сила, которая сметет этот самый капитализм. Но если не будет, ну, предположим, так сказать, не будет у нас крупного производства, не будет рабочего класса. Значит, не будет материальной силы, которую будет способна совершить уже в нашем российском современном обществе переворот в капиталистическом способе производства. Вот такой вывод. Ну, я специально, готовясь к лекции, посмотрел несколько работ Ленина. Он вот эту мысль проводил и далеко еще до революции, и перед самой революцией, и даже после революции, когда приступали к строительству социализма. И эти вопросы возникали. То есть речь шла об объективных предпосылках социализма. Чем больше они развиты, тем легче и революцию совершать, и затем строить социализм. Ну, вот из варианта статьи «Очередные задачи советской власти» я закончу выступление мыслью Ленина, что именно крупные фабрики, именно крупная машинная индустрия, развившая до неслыханных размеров эксплуатацию трудящихся, «Именно крупные фабрики являются центрами сосредоточения того класса, который один только был в состоянии уничтожить господство капитала и начать переход в социализм». Ну, вот вроде бы, как говорится, все ясно. Ну, возвращаемся к нашей теме. Значит, ну, круглая дата капитализма у нас в России как минимум 30 лет. Если брать за точку отсчета, 90-й год. Сейчас на дворе 2020-й год. Три десятилетия. Срок огромный. Срок огромный. Ведь капитализм тоже есть форма развития производительных сил. Можно здесь много чего сделать. Горы свернуть. Ну, какое состояние у нас сейчас в экономике? Ну, обратимся к цифрам, поскольку тема у нас экономическая, без цифр не обойтись. Вот. Но я не могу, чтобы не поставить шпильку к нашей статистике. Есть такая злая поговорка старинная есть. Маленькая ложь, большая статистика. Хотя, на самом деле, статистика – это очень нужная и уважаемая наука. Я бы добавил вот эту статистику, а еще буржуазная статистика. Поэтому, если мы возьмем эту буржуазную статистику, там чего только нет. Причем приидрация, невозможно там, будем считать, что правильно все считает. Но содержание такое, что, вот сказать, белое выдает за черное, черное за белое. Вот все, наверное, знают такой показатель ВВП. Воловой внутренний продукт. Вот если вы сейчас посмотрите, телевидение, радио, всегда победные реляции даются. Вот у нас постоянно растет, и в годы кризиса там чуть-чуть иногда снижается. Но в целом все растет, растет, растет. Очень хитрый показатель. Вот он достиг почти уже 100 триллионов рублей. Речь уже о триллионах рублей идет. Но это удивительное дело. Ведь в чем хитрость этого ВВП? А в том, что кроме материального производства, там учитывается сфера услуг. Вот такая хитрая сфера. Поэтому, вот если возьмем первую тройку отраслей, которые внесли наибольший вклад в валовую добавленную стоимость, то производство у нас отнюдь не на первом месте. Я думаю, любой из вас скажет, что на первом месте. Это торговля, конечно. Это основное, за счет чего живет, развивается капитализм. На втором месте удивительная сфера. Она называется сфера торговой недвижимостью. Вот оно. Вот оно. То есть, вклад ВВП, вот это, собственно, деятельности по операциям с недвижимым имуществом превысил вклад добычи полезных ископаемых. Ну, вы знаете, наша страна, это вообще мировой лидер по производству, так сказать, ресурсов. Ну, очень просто. Вот, чтобы произвести угля на миллион рублей, сколько нужно времени проводить завод и шахтеру? Ну, очень много. Водитель товарищ, если имеет, я возьму обыденный такой простой пример, имеет квартиру, он ее продает за несколько миллионов рублей, он делает вклад ВВП. Через месяц другой владелец эту же квартиру продает, тоже вклад ВВП. Вот так вот все это и наслаивается. Последний пример, не могу удержаться. Есть такая сфера деятельности, она называется в нашей буржуазной статистике, деятельность головных офисов, консультирование по вопросам управления. Так вот, консультации по вопросам управления внесли вклад в нашу экономику, российскую, на сумму 830 миллиардов рублей. Для сравнения, производство, ну, скажем, любого возьмем, компьютеров, электронных и оптических изделий, а это передовое направление, только всего 533 миллиарда рублей. Вот оно, наше светлое будущее. Ну, не будем на этом останавливаться. Значит, мы должны брать, что? Коль речь идет о производстве, брать промышленное производство. Есть такая статистика, я, значит, посмотрел с 90-го года, несмотря на то, что всячески ее меняли, там, изменили, взял калькулятор и посчитал. Так вот, уровень промышленного производства у меня никак не получается выше 80% уровня аналогичного промышленного производства 1990 года. Какой? 1990 года. То есть, вот и результат деятельности. То есть, какой бы ни был капитализм, какая бы ни была самая, так сказать, захеревшая страна, ну, всегда производство растет за 30-то лет. Полтора-два, а то и в три раза. Значит, в России, при российском капитализме, мы так, до сих пор, он не достиг уровня 1990 года. Вот и весь ответ. Вот показатель. Значит, в чем причина? Давайте вот разбираться. Потому что, когда мы эти причины увидим, мы, так сказать, получим ответ на вопрос вообще, что делать, а что не нужно делать, и что нужно делать. И в качестве такого примера я постараюсь в обобщенном таком виде, в огрубленном, максимально популярном изложить, как должно функционировать капиталистическое производство и как оно функционирует сейчас. Потому что, ну, даже честные буржуазные экономисты, там, политики это дело сквозь зубы признают, что тут что-то не то. Не тот капитализм получился. Но они вешают эпитеты. Ну, да, вот у нас капитализм воровской капитализм. Да, или там коррумпированный. Так-то оно и есть, воруют, так и везде воруют. Причем воруют больше там, в Америке, чем у нас, между прочим. И коррупция тоже там есть, и везде есть. То есть не в этом причина, это не экономически. Мы должны рассмотреть вот эти глубинные, базисные экономические отношения. Воспользуемся логикой Карла Марса, которую он, так сказать, изложил раскрытие капиталистического производства в первом томе капитала. Я напомню, что в первом томе капитала Марс начинает анализ с товара, как элементарной клеточки капитализма. Затем из нее выводятся деньги. Из денег получается капитал, как самовозрастающая стоимость. Ну что значит вот самовозрастающая стоимость? И Марс раскрывает это дело. Вот он берет какого-то капиталиста, или человека, который хочет стать капиталистом. И у него есть так называемый первоначальный капитал. Тоже отдельная тема разговора, не буду много на этом останавливаться. Любимая тема, вот откуда получаются капиталы первоначальные. Очень любят говорить, что вот эти капиталисты, как их получили. Они очень экономно жили, на всем экономили, во всем себя ограничивали. И вот эти миллионы, миллиарды не получились. А вот рабочие, они транжиры и моты. Все тратят на прополу, и ничего у них поэтому нет. Оставим, так сказать, в сторону попытки, скажем так, аргументировать. У нас, так сказать, тема несколько другая. Так вот, появился на руках у человека, будущего капиталиста, вот первоначальный капитал. Он хочет опустить его в дело, чтобы получать прибыль. Значит, он на рынке должен купить, с одной стороны, средства производства. То есть, вложить деньги, они получили название, постоянный капитал. То есть, тот капитал, который не увеличивает свою стоимость в процессе производства, а переносит свою стоимость на, трудом рабочих, переносит его стоимость на готовый продукт. Другую часть вложить переменный капитал, то есть, купить рабочую силу. Средства производства – это что такое? Это вот здание, оборудование, там внутри стоят станки, другое оборудование, как автомобили и прочее, прочее, прочее. Сырье, вспомогательный материал, электроэнергия. И вот в этом заводе соединяется в процессе производства средства производства и рабочая сила. Идет процесс производства, в ходе которого рабочие своим трудом переносят стоимость средств производства на готовый продукт и создают новую стоимость. То есть, эквивалент стоимости рабочей силы и прибавочную стоимость, которую на основании экономических, юридических, соответственно, законов товарного производства, буржуазного государства присваивает этот самый капиталист. Вот он пошел процесс капиталистического производства, процесс создания и получения прибавочной стоимости или прибыли. Но это только первый шаг. Вот что капиталист организовал завод, продукция реализована, он получил. Денежки и что, на этом заканчивается жизнь? Нет, это же безостановочный процесс, он постоянно идет. И что обязан делать капиталист в ходе вот этого процесса? Ну, давайте вернемся к средствам производства. Вот покупается станок. Он же служит много лет. Много. Но когда-то он выйдет из строя. И что с ним надо сделать? Его надо возместить. Возместить. Экономический механизм товарного, рыночного производства все это дал. Он выработал этот механизм. Он называется амортизация. Амортизация – это такой процесс, когда в ходе деятельности средства производства изнашиваются. И часть их стоимости переносится на готовый продукт. Капиталист купил станок за 1 миллион рублей. Станок служит 10 лет. Значит, через 10 лет что должен сделать капиталист? Купить новый замок. Где взять деньги? А вот через механизм амортизации. То есть каждый год он должен откладывать в особый амортизационный фонд Десятую часть по 100 тысяч рублей. В этот год 100 тысяч рублей. Во второй год 100 тысяч рублей. И так далее. Через 10 лет у него будет 1 миллион рублей, на который он может купить новый станок и выкинуть старый. Как это на практике происходит? Очень просто. На любом предприятии есть бухгалтер, бухгалтерия. Вот бухгалтер, вот он сидит, считает. Вот список оборудования. Есть нормы амортизации, установленные государством. Потому что разные же сроки службы. Здание может и 30, и 40, и 50 лет простоять. Станок 5, 7, 10 лет. Транспорт может 3 года. И вот она считает. И эти расчеты, вот эти амортизационные отчисления, они попадают в издержки производства. Затем закладываются в цену продукции, которая выпускается на капиталистическом предприятии. И после реализации этой продукции возвращаются кому? К капиталисту. Что он должен делать с этими амортизационными отчислениями? Ну, где-то держать. Где-то держать. Совершенно верно. Можно держать на банковских депозитах. Можно куда-то еще вложить, какие-то ценные бумаги. Таким образом, чтобы через 10 лет получить необходимые средства на восстановление. Но это только восстановление изношенных, потребленных в процессе производства средств производства. А ведь капитализм, типично для капитализма расширенное воспроизводство. А как расширяется производство? А вот и есть вторая сторона этой медали. То есть капиталист присваивает прибавочную стоимость или прибыль. Что он должен с ней делать? Ну, прежде всего, он должен, конечно, себе на потребление направить. И причем, понятно, запросы у него большие. Но часть он должен куда отправить? На расширение производства. То есть какую-то часть прибыли он должен направить на приобретение добавочного постоянного капитала, новых средств производства и добавочного переменного капитала, новой рабочей силы, чтобы их соединить. И они бы снова давали ему новую добавочную прибыль. Этот процесс называется накопление капитала. То есть оно осуществляется за счет капитализации части прибавочной стоимости. Ну вот, очень огрубленно я обрисовал этот механизм. Что у нас происходит в России? Я должен вам озвучить некоторые цифры. Для удобства я написал. Значит, провел я анализ за 12 лет, с 2007 года. Вот удалось найти статистику. По 2018 год. В 2019 год пока еще нет части данных, но в принципе картина общая не изменится. Значит, все цифры в триллионах рублей. Это громадные цифры. Уже у нас не миллионы, не миллиарды, а триллионы рублей. Ну, что такое триллион рублей? Тысяча миллиардов. Для сравнения, построить ветку метро в Ленинграде, целую ветку, не одну, две станции, это 200-300 миллиардов. Значит, в одном триллионе, это значит, мы полностью бы закрыли проблему с метро в городе Ленинграде. Это в один триллион. А здесь речь идет, как вы видите, уже о десятках и сотнях триллионов. Итак, значит, за 12 лет в амортизационный фонд начислено, и цифры здесь хорошие, если их округлить, они будут легко запоминаться. Значит, направлено 48,7 триллиона рублей. Округленно 50 миллиардов. Вот капиталисты российские за 12 лет, с 2007 по 2018 год, сформировали амортизационный фонд в размере почти 50 триллионов рублей. Напоминаю, он предназначен на то, чтобы восстанавливать изношенное, потребленное в процессе производства оборудование, основной капитал. Чистая прибыль организаций за этот же период составила 97 триллионов рублей, почти 100 триллионов. Ну вот, если средства амортизационного фонда на 100% должны рано или поздно пойти на восстановление потребленного, то чистая прибыль, чистая прибыль, это прибыль за вычетом налогов. То есть, с валовой прибыли капиталисты платят 20% государственного бюджета, налог на прибыль. Это чистая прибыль, остающаяся в их распоряжении. Сколько российские капиталисты должны направлять себе на потребление, а сколько на развитие. Это определяется конкретной обстановкой и страны, и страны, так сказать, в мировом конкурентном рынке и так далее. Он регулируется рядом показателей, один из них это доля накопления. Так вот, Россия сейчас в каком состоянии, скажем, если мы возьмем по отношению к крупнейшей капиталистической державе Америки, уровень производительности труда 1 к 5, объемы производства, наверное, 1 к 10. Вот мы здесь, Россия, буржуазная, вот, говорит, Америка. Что нужно делать российским капиталистам? Ну, догонять, если они хотят там вырваться, подвинуть локтями других. Значит, норма накопления, ну, где-то в среднем берите 20-25%. Вот у нас 20-4 десятых. Вот есть доктор экономических наук Олег Анатольевич Мазуров, он начал публиковать цикл статей, посвященных этой проблематике, на наших сайтах можно найти. Он дает две цифры. В Китайской Народной Республике доля этого накопления 44%, а у нас 20. Ну, итог, где находится Китайская Народная Республика сейчас? Она обогнала, хотя бы по ВВП, обогнала Соединенные Штаты Америки. То есть, вот, значит, мы должны, не мы, а российские капиталисты должны направлять на инвестиции не менее половины прибыли. Округленно будем брать 50 миллиардов. То есть, вот, вот эта цифра за 12 лет 100 триллионов рублей. Половина амортизационный фонд, половина прибыль, которая должна быть предназначена на инвестиции. Сколько фактически направлено на инвестиции так называемых собственных средств? Собственные средства капиталистов, это вот средства амортизационного фонда и прибыли, которые остаются в их распоряжении. Отправлены немногим более 50 триллионов рублей. Ну, много ли мало, это мы посмотрим. Значит, какой остаток средств должен остаться? То есть, мы берем, что вот почти 50 миллиардов амортизационного фонда и 50, ой, триллионов, извините, триллионов, 100 триллионов должно быть направлено. Направили 50, сколько должно остаться? В карманах, на счетах у капиталистов, вот такая цифра. 45,7 триллионов, огромная цифра. Я должен сказать, что амортизационный фонд нельзя же страдать тратить. Это не так, что вот он перечислил, вот он купил станок за 1 миллион рублей, который служит 10 лет, он 100 тысяч получил в этом году в амортизационный фонд, тут же надо попробовать. Нет, он должен лежать где-то. То есть, мы предполагаем, что эти денежные средства, куда входит часть неизрасходованного амортизационного фонда и часть прибыли, предназначенной на инвестиции, должна лежать на счетах. Как вот вы мне подсказали. Обратимся к статистике другой организации, Центрального банка. Данные я брал на 1 января 2019 года. Так вот, на депозитах юридических лиц организации находилось всего-навсего 12 триллионов рублей. Частично деньги были, и организации коммерческие имеют финансовые вложения, но они на порядок меньше. И плюс, есть приблизительно столько же средств на текущих счетах. Но эти средства нельзя учитывать, потому что эти денежные средства предназначены для решения других вопросов. Потому что надо постоянно выплачивать заработную плату, постоянно оплачивать электроэнергию, сырье, вспомогательный материал и так далее. То есть вот, разница 30-35 триллионов рублей. Где они? Как в известной песне Владимира Высоцкого, вопрос, где деньги ЗИН? Ну вот, можем обратиться к статистике Центрального банка. Значит, по-моему, с 2004 года она ведется. За это время, так называемый вывоз капитала, на самом деле это вывод капитала, оценится Центральным банком порядка в 500 миллиардов долларов. Какой курс доллара сейчас? 76-77 рублей. Значит, 500 миллиардов умножаем на 76, получаем, ну 76 берем. Ну, получается 35-36-37 триллионов рублей. То есть сумма очень совпадает с той суммой, которая должна находиться на счетах наших российских капиталистов, здесь и не находится. Вот она вся российская современная экономика. То есть каких мы получили капиталисты? Ведь откуда получился российский капитализм? Он получился за счет разрушения социализма. Что вот наши капиталисты, они где-то вот так начинали в гаражах, собирали какие-то новые станки и оборудования, творили? Нет. Они просто подсуетились и прихватили куски части общественной собственности, которая создавалась десятилетиями трудом десятков, десятков, сотен миллионов наших граждан. И на этом фактически паразитируют. Ну, что можно говорить? Вот опять, вот Россия. Это крупная страна капиталистическая. Мы входим в десятку крупнейших стран. А по рядом параметров один из конкурентов в Соединенных Штатах Америки. И один из тех, кого называют олигархи. То есть вот в Америке компания, крупнейшая монополия General Motors, решила поменять модели, перейти на более передовые автомобили. И они снимают старое оборудование, ставят новое, на котором будут производить новые модели. Значит, наши олигархи что делают? Вот то, что американцы хотят выкинуть в бутили сырье, покупают еще и платят деньги. Вот это устаревшее. Ну, и чем-то все кончится. Ну, понятно, чем кончилось. Оно только увеличивает отставание. Вот таких получили мы капиталистов. То есть вот такая экономика получается. То есть на этом паразитируют. Идет нещадная эксплуатация рабочих. Не восстанавливают фонд в массе свои средства производства. И все эти прибыли, которые формируются за счет прибавочной стоимости, за счет части средств амортизационного фонда и за счет части невыплаченной заработной платы, все утекает туда, в офшоры. То есть это никакой не вывоз капитала, это вывод капитала. Вывод капитала туда. Вот такая получается картина печальная. Ну, что еще можно сказать в порядке? Ну, есть другие экономические показатели, которые характеризуют состояние экономики. Ну, например, степень износа основных фондов. В 90-м году она составляла 35%. Это много. 35% было изношенных фондов, полностью изношенных. То есть они еще работали, хотя уже по всем нормам их надо было списывать. Что произошло за это 30 лет? Ну, данные пока на 2018 год. Значит, степень износа основных фондов на конец отчетного года – 48 и одна десятая. Ну, вот она, пожалуйста. Вот. Значит, наши капиталисты не выполняют свои функции капиталистов, которые обязаны исполнять. Ну, вот такие у нас попались капиталисты. Значит, что делать? Ну, кроме индивидуальных капиталистов, есть совокупный капиталист. Или комитет по делам управления буржуазией – это буржуазное государство. Ну, вообще-то аппарат, он должен применить какие-то меры. Что у нас в этом буржуазном государстве? Что там в головах? То есть все эти 30 лет на руководящих постах тех министерств, ведомств, которые должны регулировать и руководить, направлять это дело, кто находился? Так называемые либералы, сторонники либерального направления. А что это такое? Ну, я вот поясню следующим образом. Ведь капитализм – это ведь тоже форма развития. Он не такой раз навсегда данный, он развивается. Он проходил стадию капитализма свободной конкуренции. Это было лет 200-150 назад максимум. Затем он перерос в монополистический капитализм. Затем поднялся на ступеньку государственно-монополистического капитализма. Ну, и дальше уже все. Это последняя ступенька. Дальше, как говорится, социализм. Вот что в головах у этих сторонников либерального направления? Вот они очень любят капитализм свободной конкуренции. Вот любезно их сердцу. Вот капитализм развивается от свободной конкуренции и туда. И вот они стоят спиной к прогрессу, затылком. И смотрят в любезно их сердцу капитализм свободной конкуренции, который был 200 лет назад. И говорят, давайте вот там, что будет, это наша мечта. И давайте, и пытаются применить уже силой государства те методы, которые были 200 лет назад. Можно это сделать? Можно вернуться в 200 лет назад? Нет. А что получится? Получится разрушение производства. И вот они находились, как говорится, у власти. И сейчас находятся все 30 лет. Хотя я обрисовал одну тенденцию. На самом-то деле в жизни все противоречиво. Обязательно должна присутствовать и другая тенденция. Другое дело, что у нас слабее, кстати, основной. Тенденция разрушительной. Тенденция, скажем так, которая связана с государственным монополистическим регулированием. Более передовыми методами, а не такими архаичными. Мы можем назвать определенных, так сказать, лиц, их искать в правительстве, которые делают попытки. Но пока не разбивается на сопротивление этого либерального лагеря. Значит, какие методы? Я вернусь к очень известной работе Владимировича Ленина, который упоминал «Грозящая катастрофа и как с ней бороться». Ленин писал, что эти методы, они общеизвестны. Они легко применимы. Вот такая была красивая фраза. И эти методы, которые сейчас надо применять для развития капитализма, чтобы он не разрушался, чтобы его не разрушать, а развивать, они общеизвестны. Даже буржуазные экономисты передовые это все разработали, это в жизни есть. Значит, что касается амортизационного фонда. Но вот если капиталисты индивидуальные, ну, не хотят, значит, выполнять свою функцию капиталистов, да, направлять эти денежные средства на восстановление средств производства, а выводят туда, зарубишь, в офшоры. Значит, комитет по делам управления буржуазией, буржуазное государство, должно применить свою силу. Эти методы, их много, но я бы предложил, например, такой. Вот и Олег Анатольевич Мазур, доктор экономических наук, об этом пишет. Например, для тех капиталистов, которые не хотят, так сказать, выполнять свою функцию, значит, забирать эти средства амортизационного фонда в общегосударственный амортизационный фонд, при этом не отнимать насовсем. Более того, капиталистам платить какой-то процент за эти деньги. И потом возвращать капиталистам, но под контролем, чтобы эти деньги не куда-то уходили на неизвестно что, а на приобретение изношенных средств производства. Поверьте, вот, скажем, коммерческие банки, которые сейчас есть, ведь когда они кредитуют предприятие, они осуществляют контроль, он называется целевой использованный кредит. Это рутинная, рядовая, обычная работа. Любой коммерческий банк это сделает. Поручите хоть Сбербанку, хоть Промсвязьбанку, хоть группе банков, они это все сделают и проконтролируют. Что должно быть? Ну, должно быть вот решение желания. Его пока нет. Что касается чистой прибыли, ну, тоже методы известны. Есть даже не обязательно здесь какие-то административные методы, уголовные наказания, есть экономические методы. Вот сваловые прибыли, которые получают капиталисты, они платят налог, он большой, 20%, больше налога на доходы физлистов, который 13%, это много. Ну, примите вы решение, что та прибыль, вся часть прибыли, которая направляется на инвестиции, ну, пускай платить 10%, вообще освободите от налога на прибыль. Вот, пожалуйста, прилично большая мера. Ну, сами посудите, с этих, если чистая прибыль 100 триллионов рублей, сколько было заплачено налога на прибыль? Тоже триллионы, 10 триллионов будет. И так далее. Более того, мы должны, я очень огрубил, чтобы как вот идею подать, мы должны рассматривать в комплексе. То есть государство должно принимать другие методы, другие меры. Они тоже известны, и об этом мы неоднократно уже говорили. Уже казалось, оскомю набили насчет учетной ставки Центрального банка. Ну, приведу пример, может, не с производства, вот из нашего быта. Ну, вот человек, вот если учетная ставка, скажем, 0%, вот коммерческий банк дает свою маржу, так называемую, не снижая маржа 5%, и кредитует под 5%, 4,5-5,5,5. А если учетная ставка 4,25, то это к 10 приближается. Но есть разница или нет? Вот вы взяли кредит в банке 1 миллион рублей под 5% годовых. Сколько вы должны заплатить процентов банку, ну, кроме этого, миллиона рублей, сверху? 50 тысяч рублей. Ну, как вот Росстат победоносно отчитался, у нас средняя заработная плата по России сейчас вот 51 тысяча рублей. Значит, надо отдать одну заработную плату, не будем придираться. А если вы под 10% взяли? Хотя на самом деле я посмотрел статистику Центрального банка, вот обычные кредиты нецелевые. Вот если вы придете в банк в какой-то, с улицы, минимальная ставка сейчас 15%, максимальная 22. Ну, пускай даже под 15% вам дадут. Значит, сколько вы должны быть через год, в течение года отдать банку? 150 тысяч. Три зарплаты, да, средние. Есть разница или нет? Одну зарплату отдать 50 тысяч, либо 150 тысяч. Конечно, есть. Тем более собираются конкурировать с Америкой, с Европой и прочее. Вот там капиталисты, они умные. Вот они держат учетную ставку на нуле процентов. В некоторых странах она даже отрицательная. Цель-то одна, чтобы стимулировать вот этих самых индивидуальных капиталистов, чтобы брали дешевые кредиты коммерческих банков и развивали производство. У нас делают все с точностью до наоборот. Что касается размера налога на доходы физических лиц, или так называемого подоходного налога. У нас до сих пор плоская шкала налогообложения. Я не знаю, сколько стран в мире осталось из 200. Где еще такая плоская шкала? Получаешь ты 10 тысяч рублей, 13% в плате. Получаешь ты миллиард рублей, тоже 13%. Хотя все развитые экономики имеют прогрессивную шкалу налогообложения, которая доходит до 65%. Почему делают 65%? Или 50%, или 45%, или 35%. Таким образом, вот этот комитет по делам управления буржуазией, он концентрирует значительные громадные средства в общем котле. А потом этим же капиталистам, с которых он взял, он и дает. Но на определенной цели, чтобы их капиталистическая экономика, капиталистическая экономика развивалась и конкурировала с другими капиталистическими экономиками. Ну вот здесь можно, конечно, еще долго продолжить. То есть я вернусь к тому, что на самом-то деле, все-таки у нас противоречие. Пока вот тенденция разрушительная, она преобладает, и это все цифры говорят. Но действие тут другая. Ну вот случилась беда, как говорится, ворс-мажор, вот эта пандемия, опять все рухнуло. Как говорится, бедному Ванюшку везде камушки. Наши буржуазные государства, наш капиталистический строй столкнулся с этой проблемой. В начале сентября средства массовой информации, все новостные агентства дают такую информацию, что правительство разработало общенациональный план спасения экономики, направил его президенту. Я долго искал, не мог найти текст. Поэтому руководствуюсь вот этими сообщениями информационных агентств, но они достаточно серьезные, эти основные. Там три этапа. Не примену поставить шпильку. Первый этап. Значит, что такое план? Вообще план – это некое предвидение действий. Это система заданий, которую мы ставим, чтобы выполнить, и потом получить результат через какое-то время. Вот поставим сегодня план себе, сделать то-то. Через какое-то время получим. Значит, у них в первый раздел плана три этапа. Первый этап с апреля 2020 года по октябрь 2020 года. Значит, они только разработали план под то, что уже произошло. Ну, как так можно? Это смеху. Значит, в этом плане есть правильные мысли. Совершенно правильные мысли. Например, озвучиваются цифры, что будут сделаны большие инвестиции в экономику. Вот цифру я встречал 5 триллионов рублей. И это замечательно. И это хорошо. Но, во-первых, ну, с сравнением, а сколько нужно вкладывать? Нужно как минимум в 10 раз больше. Это во-первых. Во-вторых, я вот другого особого не ношу. Предположим, все эти 5 триллионов ни копеечки не воруют. Ни копеечки не введут. Купят средства производства. Рабочую силу привлекут. И начнут функционировать. Но дальше-то что пойдет? А пойдет весь тот процесс, поскольку все это заложено в нашей системе. И опять не будут восстанавливать основные фонды. Опять будут уводить прибыль в офшоры и так далее и тому подобное. Завели недавно разговор. Все-таки на 31 году существования капитализма пробили мысль, что надо вводить прогрессивную шкалу подоходного налога. Ну, на сколько? На 2 процента. До 15 процентов. Ну, кором на сколько. То есть, вот такая ситуация. Значит, я подвожу итог. То есть, пока ситуация, скажем так, в лагере класса капиталистов, их общего комитета буржуазного государства, такая, что тенденция разрушения преобладает. И судя по тем действиям, которые идут, она пока и остается. Возвращаемся к началу лекции. А что делать вот нам? Мы же за социализм стоим. Опять вернемся к Ленину. Объективные предпосылки социализма есть в стране? Есть. Слава Богу, не все еще разрушили. Поэтому мы должны заниматься чем и должны, в соответствии с поставленными задачами, это обучать рабочий класс, просвещать, то есть, вносить в рабочий класс сознание. А уже рабочий класс, где выполнить свою историческую миссию. Так, на этом я заканчиваю. Готов приступить к вопросам. Начну с первого вопроса, который поступил в электронной форме. Так что мы тоже в тренде цифровизации. Вопрос такой. В средствах массовой информации появилась такая новость, что Минфин очень провел успешную продажу, это называется, размещение облигаций государственного займа. Ну вот как вот это оценивать и так далее. Значит, в экономике есть такое понятие ликвидность. Что это такое? Ликвидность? Ну это, во-первых, те денежные средства, которые предназначены организацией, государству, которые предназначены для решения текущих задач. А задачи какие? Каждый день у организаций, у государства, у банков, даже у людей возникают вопросы. Деньги поступают, и что-то нужно тратить. И это все регулируется вот этим понятием. Если уж совсем популярно изложить, проблема здесь следующая. Она выражается известной фразой. То густо, то пусто. И надо постоянно решать задачу, где эти деньги найти, когда их нет. Или куда их разместить, чтобы они не болтались, когда они есть. Эта проблема есть у буржуазного государства. Вот Минфин этим занимается. Она есть проблема у всех предприятий, так сказать, финансовых, не финансовых. Коммерческие банки ежедневно решают эту проблему. Даже люди. Вот откуда такие понятия из нашей жизни? Я на мели. Что это означает? Ну вот, нет сегодня денег. Или я на нуле. Или надо бы дожить до зарплаты. Значит, вопрос, как человек ставит. Ну где-то надо найти деньги, чтобы дотянуть до зарплаты. Потом получит зарплату, рассчитается. То есть вот эту проблему, это текущая проблема. И она постоянно решается. Есть известные методы. И в данном случае, видимо, проблема, это возникло, получение вот этой текущей ликвидности у Минфина, у буржуазного государства. Он ее решил путем размещения государственного займа. На сумму там около 300 миллиардов рублей. То есть это типичная такая ситуация, здесь ничего интересного нет. Но, если почитать дальше это сообщение, там появляется интересный факт. Кто приобрел эти облигации государственного займа? Это крупные коммерческие банки. Чем должны заниматься банки вообще? То есть, с одной стороны, это говорит о том, что у банков есть денежки на счетах, которые нужно где-то разместить. Основная функция банков какая? Кредитовать. Кредитовать капиталистов, чтобы они развивали производство. То есть вот данный пример, данный факт говорит о том, что банки, предпочли, российские банки, предпочли купить облигации государственного займа, это ценные бумаги. А не кредитовать капиталистов. То есть, получается, и банки не кредитуют, и капиталисты не берут. По тем причинам, основные которые я вам называл. Вот как я могу прокомментировать вот этот первый вопрос. Хорошо. Есть еще вопросы, Игорь Иванович? Мы отметили, что преобладает разрушительная тенденция в российском капитализме. Вопрос. А почему? Почему не положительная? Никифоров с вашей политикой. Ну, я это пытался, так сказать, объяснить. Значит, в капитализме вообще, современный капитализм, даже самый развитый государственного политический капитализм, я сейчас по-другому попытаюсь мысли сюда изложить. Это единство конкуренции и монополии. Единство. И вот в этом единстве. То есть, откуда капитализм произошел? Из товарного производства. Это основа его. Она никуда не денется, пока есть капитализм. А монополия отрицает. Соответственно, капитализм, вот такой симбиоз, такое противоречивое единство методов конкуренции и методов передовых государственного монополистического регулирования. И вот это объективное содержание, оно отражается в головах правящего класса, тех, кто руководит нашей российской экономикой. Общественное бытие определяет общественное сознание. Так вот, я говорил, что на протяжении 30 лет это факт, что в правящем классе, российском правящем классе буржуазии в верхах руководили этими процессами те, кто смотрели назад. Капитализм свободной конкуренции. Они преобладали. И это порождало разрушительную тенденцию. Есть единичные примеры, положительные, но они гораздо слабее вот этой разрушительной тенденции на сегодняшний день. Так все. Хорошо, следующий вопрос. КПРФ и лично Геннадий Андреевич Жиганов часто преподносят, что спасение российской экономики заключается в модели так называемых народных предприятий. По примеру, знаменитого теперь совхоза имени Ленина, где, значит, руководит Павел Грудинин, пытавшийся стать президентом, эту модель распространить на всю Россию. Вот что можно сказать по этому поводу? Насколько это путь спасения? Значит, никакой это не путь спасения. Под названием народные предприятия скрываются обычные частные предприятия. Это обман. Вот эта идея – обман. Никаких народных предприятий нет. И вы не найдете примера ни в одной стороны, так сказать, в истории, чтобы был какой-то народный капитализм. Что такое вот это, так назовем, колхоз там имени Ленина? Это акционерное общество. Там частные владельцы. И неважно, какое количество. Один владелец – 10 или 100. Это часть общества. Это акционерное, частное предприятие. Это капитализм. Так, еще есть вопрос. В данном случае я прошу прокомментировать ситуацию. Вот в период кризиса мы столкнулись с такой ситуацией, когда в одном хорошем боевом профсоюзе автомобильного завода серьезно обсуждался вопрос о спасении производства и разделении тягот с собственником. Вплоть до того, что вносились предложения и рассматривались о том, что надо затянуть ремень, надо какое-то время смириться с сокращениями и зарплаты, и людей, и даже рассматривалась возможность какое-то время поработать без зарплаты. Вот как вы считаете, насколько эти мысли о спасении производства правильны с точки зрения нашей позиции? С точки зрения позиции нашей, а мы, надеюсь, отражаем позиции Маркса и Ленина, следующие. Капитализм в капитализме два диаметрально противоположных класса. Противоположными интересами рабочий класс и капиталист. Не может быть никакого единства. Есть только один вопрос. Кто кого? Вопрос должен решиться. Устранение класса капиталистов и, соответственно, устранение этой классовой противоположности. Но здесь два момента. Первое. Мы же диалектики, а в диалектике борьба абсолютно, а единственное, относительно мимолетное. Есть единство. Но есть как момент. Скажем, когда капиталист повышает производительность труда за счет каких-то традиционных методов, за счет труда рабочих, кто получает вот это приращение? Капиталист. А рабочий может получить? Почему может? Вот у Марса в капитале, о которой я напоминал в самом начале. Такая мысль замечательная, что есть две силы. Рабочий класс и класс капиталистов. А право-то вроде равное. У нас все законы, все равны праву. Все равны мы здесь. При равенстве прав, что решает? Сила, кто кого переборет. Если рабочий класс не будет бороться, естественно, все получит. На 100%, да даже больше. На 110, на 120, как мы видим, получит капиталист. Это вот одна сторона. И вторая, насчет вот этих вот позывов. Капиталисты, какие бы они ни были, вот российские, они учатся. Хорошо. И они, так сказать, проводят политику. Уже давно поняли, что надо проводить не только политику кнута, а политику пряника. Иметь своих проводников, да, Лайбе Лейтенант, с Ленин их называл, да, рабочие лейтенанты, своих проводников буржуазной политики среди рабочего класса. Я представляю, что вот это вот заявление делаю один из таких. Спасибо. Так, спасибо. Вопросы, еще, которые поступили в письменном виде. Значит, на выступление пока записалось два товарища. Как первый выступает, тот может успеть такую письменную. Слово, представляется товарищу Никитику Владимиру Александровичу. Регламент пять минут, напоминаю. Так, хочется поблагодарить Виктора Ивановича все-таки за то, что он напомнил нам азы политэкономии, азы марксизма, да, за то, что вот привел цифры, которые, конечно, нам тяжело можно найти, но это надо искать, копаться и все. Так что большое спасибо, да. Но с чем я категорически не согласен, это с его точкой зрения, которая была высказана в начале его выступления. Всем, кто здесь присутствует и те, кто будут смотреть его выступления, я бы посоветовал прочитать, перечитать, я думаю, что работу Ленина грядущая катастрофа и как с ней бороться. Так вот, основная идея этой работы отнюдь не советы буржуазному правительству. Нет, Ленин говорил правильно, что эти меры по спасению экономики, они хорошо известны, легко выполнимы, но главная мысль состоит в том, что они не будут никогда выполнены временным буржуазным правительством, потому что тем самым посягнут на многомиллиардные доходы капиталистов. Вот основная идея Ленинской работы. И для того, чтобы выполнить эти меры, необходимо свергнуть буржуазию. Поэтому это не советы отнюдь. И то же самое относится к работам наших экономистов, очень известных, Катасонов, Юриев, Глазиев. Все советы, которые даются современному российскому правительству, я не знаю даже, куда они идут, потому что на самом деле правительство, не надо считать их за дураками. Я думаю, что Инна Биулина, и Греф, и Кудрин, и Путин отлично понимают, что им более выгодно, какие им средства отправлять на амортизацию, какие средства им куда отправлять. И ваши советы, я могу сказать, что они не нуждаются в ваших советах совершенно, и выполняться они не будут. И вот как раз мой вопрос состоял в том, почему же у нас превалирует сейчас отрицательная тенденция? Да потому что это выгодно российской буржуазии. Вот она отлично смотрит расклад, да, она как бы слабее американской, слабее мировой, и она смотрит, что как бы с одной стороны вроде и нарастить мускулы, запустить подводные какие-то платформы с ракетами, и подводные лодки, с другой стороны как бы вот хочется и не порывать с капиталом, потому что они связаны одной на самом деле нитью, и с одной стороны конечно и противоречия между ними, но с другой стороны это единая мировая система капитала. Вот мои замечания. Спасибо. Так, слово представляет смеленец Анне Васильевне. Он, собственно, похитил смысл его выступления передедущий товарищ очень удачно. Недаром то есть советы, которые были весьма резонны, сопровождаются одной ремаркой всегда, что необходима политическая воля. А где же ее взять? Правильно совершенно? Это общество, это правительство, ее не будет никогда иметь. И на вопрос, поставленный докладчиком, как спасти экономику России, ответ может быть только один, вернуть советскую власть. Как вернуть советскую власть? Необходимо остановить работу одновременно всех предприятий с выдвижением политических требований о мирной передаче власти в руки советов рабочих капитатов, сформированных в процессе подготовки всеобщей политической стачки. Соединить разрозненное, разнобъеменное забастовки в единое одновременное всеобщую политическую стачку традиционно является задачей коммунистов. Она должна быть поставлена в работу партийных организаций. Историческая задача не решена с 1991-1993 года, со времени контрреволюционного переворота страны. Так, спасибо. Ну и тебе. Любим мы тоже слово предоставим. Я думаю, что мы должны поблагодарить Виктора Ивановича значит за выступление, за лекцию, да, и особенно за вход в тему. Когда еще-еще раз напомнил нам, что значит конечно все перспективы связаны у нас, как у коммунистов, с рабочим классом. А рабочий класс без производства ну не получается. Нонсенс, да. И более того, мы ведь с вами это и знаем, и чувствовали, и участвовали в борьбе за хранение производства. И не раз мы уже раньше, да и сейчас сталкиваемся иногда с такими спорами наших же товарищей хороших, что мало все капиталисты одинаковые, но один капиталист свои прибыли вкладывает и что-то здесь строит, создает, да, в том числе рабочие места, какое-то производство, а другой вывозит куда-то и одинаково к ним относиться или нет. Вот тут спорили уже, да, и более простые примеры. Помните, наши товарищи участвовали в борьбе за сохранение ЛМЗ, Ленинградского металлического завода, когда в общем-то уже были ясны планы обанкротить производство, чтобы у вас здесь не было, Сименс и без нас справиться, да? Значит, с участием нашей борьбы, наших товарищей, которые вывезли на тачке управляющего этого временного февейского заворота завода сумели сохранить. И сейчас и рабочие места есть, и какая-то перспектива борьбы в том числе есть. Хотя там доля иностранного капитала, но это следующий уже вопрос. Точно так же была борьба за сохранение производства, и это особо чувствительно для градообразующих предприятий на Выборгском ЦБК, где уже прототип советской власти чувствовался, когда рабочие взяли в управление завод, запустили производство, которое стояло несколько, так сказать, лет, наладили сбыт продукции, поставку сырья, управление этим процессом, и где впервые в рабочих стреляли. Поэтому, конечно, эти вопросы, они несомненно, всегда должны находиться в центре нашего внимания, и понятно, что рабочий класс не может безучастно относиться к тому, что происходит в стране, тем более на собственном заводе с производством, и недаром вопрос задавался о том, что иногда бывают такие парадоксальные выводы, когда давайте вместе затянем ремни, войдем в положение работодателей, какой работодатель, хозяин, по сути дела, и проще, проще. И в этой связи сегодня ситуация, если вспоминать те времена, когда Ленин писал «Грозящая катастрофа» и так далее, она во многом схожа, хотя и существеннейшее отличие же есть. Вот я не раз привожу пример, что с ростом научно-технического прогресса, с ростом производительности труда, сегодняшний капитализм имеет возможность держать во многом людей в состоянии сытого, так сказать, быдла, да, которому зрелище, хлеб, пиво обеспечено и прочее, прочее, и управлять им можно по-другому. И в то же время все более и более нарастает сфера услуг, сфера паразитических услуг потребления. Смотри, одних телеканалов там 200 штук, а если разобрать всяких разных других, да и цифры называл нам докладчик, значит, где валовый продукт накручивается, по крайней мере, до бумаги цифры, что это такое. Тем не менее, без производства ни одно общество жить не может и ключевые вершины, ключевые краны, которые можно открыть, перекрыть, несомненно, находятся здесь. И поэтому наше внимание прежде всего сюда, так сказать, обращено. Интересно отметить, на примене Ленинграда особенно видно, как у нас один за другим уничтожались заводы при всей нашей борьбе. и вот когда мы их посмотрим, так, русский дизель, северный завод, да, красный выборжец, ЛСПО имени Ленина, комбинат цветной печати, наверное, еще там кого-то забыл, и чем ближе к воде, тем печальнее судьба. Почему? Потому что вот этот капитализм, который образовался, методом прихватизации, он, так сказать, с воровской этой натурой первоначальное накопление капитала и, соответственно, способа получения прибыли, он в первую очередь нацелен на то, чтобы быстрее, легче. А легче что? Это убрать, площадка есть, строим жилье, строим там офисы, строим то, качаем. Балтийский завод с трудом отстояли, да, с трудом по всем этим делам. Значит, поэтому, значит, чтобы уложиться в регламент, я тоже хочу сказать, и мне кажется, докладчик, в общем-то, эту мысль заложил, Владимир Александрович, что, конечно, у Владимира Ильича не столько совета, сколько требований, которые выполнены не будут, а поэтому путь один к социализму. Поэтому, я думаю, и те меры, о которых говорил докладчик, и по амортизации, и по развитию производства, и по роли государства, это все тоже требования, это тоже материал для нашей пропаганды и показа, что, ведь речь о чем идет, что весь патриотизм Путина и его команды, в отличие от ельцинской комарилии, да, и правых сил, он отличается одним. Они сами говорят, что мы способны эксплуатировать вот эту трубу, нефть, газ и прочее. Не надо впускать сюда слишком много иностранного капитала, не надо разделять Россию там на бери сувениритета, сколько хочешь, мы обеспечим. И поэтому для этого обеспечения они патриоты, они на третьем месте в мире по количеству миллиардеров, они имеют в том числе гиперзвуковые там ракеты, там трясут, значит, бряцают оружием и латами и прочим. А по сути, по сути, будут они выполнять то, что станкостроение уже нет, радиоэлектроника вообще там почти заглохло, так? Значит, авиастроения, кроме военного, то почти нет. и не потому, что они не патриоты или плохие, а потому, что более крупный империалистический капитал диктует условия и загоняет. А вся остальная сознательность или патриотические чувства хороших людей типа Рутенберга, она вся замешана на, опять же, на чистогане. Поэтому и у нас вывод только один, что эти требования надо, конечно, и выдвигать, и показывать, что кроме революции другого выхода в России в сегодняшней ситуации нет. Ну, а для того, чтобы эта революция была, надо сначала, так сказать, набраться сил, научиться бороться, научиться бороться вместе с пролетариями братских республик и вообще всего мира не допускать того, чтобы нас стравливали лбами и мы переключали все внимание в борьбу то ли там с Украиной, то ли там влезали еще в какие-то конфликты, там где кто в Карабахе, то в Амминии, то в Беларуси, то ли еще где-то. Поэтому следующее занятие будет посвящено как раз вопросам уже организации борьбы, экономической борьбы, непосредственном производстве. Значит, поэтому приглашаем, какая там будет обстановка пенемиологическая, мы, так сказать, будем следить, если что сообщим, позванивайте. Спасибо всем. Позавство, прошу прощения, виноват. Давно не вил. Пожалуйста. Так лачу по словам. Значит, то, что пошла дискуссия, говорит о том, что вопрос надо дальше разбирать. Еще раз подчеркну свою мысль, ведь дело не в советах каких-то, их в кавычках с иронией назвал, не в этом дело, а дело в объективном положении. Оно простое, и вот Виктор Аркадьевич это уловил. Но единственной материальной базой социализма является крупное машинное производство. Организуют его капиталисты, при этом эксплуатируют нещадно рабочий класс. Поэтому одно дело, когда один завод, другое дело, когда 10 заводов, другое дело, когда 100 заводов соответствующих рабочий класс, более созревшие объективные условия производства. Поэтому капиталисты, когда организуют строительство заводов, они в конечном итоге льют воду на мельницу рабочего класса. Об этом только и хотел сказать. Я закончу свое выступление одной мыслью Ленина, всем рекомендую читать подряд, вот это красной нитью проходит. Работа небольшая, левонародничество и марксизм. Экономическое развитие России, как и всего мира, идет от, ну, Ленин взял такой большой промежуток, идет от крепостничества к капитализму и через крупный машинный капитализм к социализму. Мечтания об ином пути к социализму, кроме как через дальнейшее развитие капитализма, через крупный машинный капиталистическое производство, свойственные в России или либеральным баричам, или отсталым мелким хозяйчикам, мелким буржуам. В этих мечтаниях, которыми до сих пор засоряют свои головы левонародники, отражается только отсталость, реакционность и беспомощность мелкой буржуазии. А так, я считаю, мы сегодня хорошо провели занятия и дискуссию. Спасибо. Встречаемся, надеюсь, через неделю. Значит, тема занятия будет развитие взаимодействия просоюзных организаций. Проводить занятия будет Дмитрий Юрьевич Шилов, член, делегат Российского комитета рабочих. Спасибо. Спасибо. Спасибо.